Привет, команда! Как меня слышно? Хотела видеопоток, что-то не разберу. Слышно? Видно? Поставьте плюс кетчат. Слышно. Отлично. Я вас всех приветствую на моей первой планерке командной. Мне очень приятно, что у меня выпала такая честь. Минуточку. Я Абеджанин Шогик. Значит, сегодня уже четверг. 9 февраля. У меня сегодня суперпродуктивное утро. Я уже успела сделать несколько дел. Я думаю, что день будет такой же продуктивный, потому что от моего утра зависит, как пройдет целый день. У кого так, поставьте денечки. Сейчас еще этот народ подтянется. Ребят, сегодня 9 февраля и сегодня день рождения нашего партнера. Давайте поздравим Алену Попову с днем рождения. Себя, Аленочка, хочу пожелать тебе шикарного карьерного роста, отличных партнеров. И пусть все твои мечты сбываются, появляются новые и снова сбываются. И пусть все будет у тебя хорошо. Хочу напомнить, что идет квалификация на Болгарию. О подробностях я не буду. Подробности уточните у своего спонсора. Вторая новость. У нас идет марафон рекрутинга. Победитель получит шикарную фотосессию в своем городе. Подробнее тоже не буду останавливаться. Обо всем вам расскажет ваш спонсор. Расскажите, пожалуйста, есть ли новички в комнате? Моя планерка будет очень полезна новичкам, да и старичкам, которые много сидели с моим маленьком уровне. Я расскажу сегодня о важных моментах в нашем бизнесе, на которые особенно нужно обратить внимание, тогда у вас все получится. Давайте вспомним закон Паретта. Возможно, кто-то уже слышал, возможно, нет. Но этот закон работает практически во всех сферах. Нас, собственно, он тоже не обошел. Принцип Паретта 20% усилий приносит 80% результата. Это правило было названо в честь экономиста Ильфреда Паретта, который установил, что общество Италии можно разделить на две части. Первая часть небольшая, но богатая. Это 20% населения, которому принадлежит 80% богатства. Вторая часть большая и небогатая. Это 80% населения, которым принадлежит всего лишь 20% богатства. А дальнейшие исследования показали, что это правило применимо практически к любому экономическому процессу и означает, что 20% усилий дают нам 80% результата и наоборот. Для чего нужно знать принцип Паретта? Для правильной расстановки приоритетов, так как если вы упустите задачи на 20% сил, то упустите 80% результата. Понимание этого принципа позволяет легче и правильнее расставить приоритеты в течение дня, чтобы получить максимальный результат. Давайте сейчас поговорим о тех аспектах в нашем бизнесе, на которые нужно будет обратить особое внимание, чтобы прийти к хорошему результату. Фокус на результат. Что я хотела бы сказать? Нужно, чтобы ваши мысли, слова и действия были направлены в одну сторону. Только соединившись воедино, мы сможем получить максимальную пользу от дотраченных усилий. Я не буду долго на этом останавливаться, поэтому следите за своими мыслями, следите за своими действиями и делайте то, что говорите. Коротко в этом слайде акцент на рекрутинг. Самое важное в нашем деле – это рекрутинг, это количество, это качество приглашенных людей и система. Приглашайте много и часто. Кто со мной согласен? Поставьте плюсики. Представьте себе своего будущего партнера. Кто он? Девушка. Какой примерно возраст у этой девушки. По фотографии на аватарке, например, я как смотрю, можно примерно понять, подходит вам кандидат или не подходит. Ну и, конечно, система. Каждый день должен быть рекрутинг. И не рекрутируя сегодня, мы перезачеркиваем все то, что делали вчера, два дня назад, три назад и так далее. Делайте акцент на поиске ключевых партнеров. Кто такой ключевой партнер? Это тот партнер, который ищет новых партнеров, который обучается, который делает заказы и спрашивает вас все время. Все время достает своего спонсора, задает вопросы, интересуется. Вот мой ключевой партнер. Беритесь за него и держитесь крепко, потому что, конечно же, нам важны все, все, кто есть в нашей команде. Кто-то просто покупает, кто-то покупает, пришел на скидку и продает в каталогу. Но чем больше у вас будет ключевых партнеров, тем стабильнее будет ваш бизнес. Так, дальше поехали. Акцент на личный групповой товарооборот. Давайте представим себе ситуацию. Допустим, у вас 500 партнеров. Каждый из них, да, он пришел строить бизнес, но он покупает всего лишь по одному кусочку. То есть это 500 баллов 9%. Вторая команда, столько же людей, делают заказ на 150 баллов. Это 75 тысяч баллов. Дважды бриллиантовый директор. Какую вы себе хотите команду? Конечно же, вторую. Тогда начните с себя. Начните с себя, делайте заказ, показывайте своим примером, как нужно работать. Давайте представим такой момент. Вы едете на работу, ведь вы устроились на наемную работу, вы едете, тратите деньги на проезд, на питание. Я вот по себе, я на проезд и на питание тратила достаточно много денег. Но никто бы мне не платил за то, что я еду на работу и просто сижу там и ем. Правильно? Поэтому делайте выводы сами. Дальше поехали. Акцент на личностный рост и обучение. Ребята, это одна из самых важных таких, один из самых важных моментов. Нужно сначала проверить себя. Какую последнюю книгу вы прочитали по бизнесу и личностному росту? Как часто вы смотрите обучающие видео? На каких людей вы равняетесь? С кем вы себя сравниваете? Посмотрите на себя, проверьте себя и начните уже, если кто еще не начал, начните уже сегодня развиваться и думать о том, что будет дальше. И, конечно же, прилагать усилия максимальные к тому, чтобы все было хорошо. Знаете, вы думаете, что успех можно сравнить с айсберга? Мы видим только верхушку айсберга. Да, успех – это то, что мы видим, то, что видят люди. На самом деле у айсберга еще есть типа, часть, которая находится в глубине. Это риски, настойчивость, отказы, огромная работа, новые привычки, жертвы, тяжелая работа. Это выход из зоны комфорта. Это все, что нам не особо нравится всегда, но это реально происходит. То, что мы видим вот так со стороны – это кажущая свидетельность. На самом деле очень много дел нужно будет сделать для того, чтобы удача повернулась к нам и успех был. Ребята, сегодня я как-то быстро все отстрелялась, на самом деле. Семь минут планерки – это, конечно, рекорд. Я, конечно, думала, что на дольше вас задержу. Расскажите, пожалуйста, о своих планах сегодняшних. На какие планы вы сегодня ставите? Я расскажу о методах работы. Я работаю на Юле, работаю в ВКонтакте, приглашение друзей. Друзья приглашаю и предлагаю бизнес. И работаю в Одноклассниках через группы. Через группы. Конечно, теплый рынок тоже имеет место быть, но вот пока с теплым рынком у меня немножечко… С холодным как-то проще. Теплый, не видя результат, мой такой реальный результат, они пока сидят и тихонечко ждут, пока я раскатюгарюсь, как говорится. Расскажите, какие у вас планы. Да, вот Таня написала, собирается на встречу Арифлей в Питере. Шикарные фотографии ждем, Тань. Минимум одна рега. Собрать заказ сегодня у нас в Питере. Вон, Наталья Костикова. Даша Самохина. Да, Даша, привет. С Наташей Костиковой пойдете на встречу. Завидую вам, конечно, тоже бы, если бы я сделал что-то подобное. Ребят, спасибо большое всем за внимание. Спасибо за то, что пришли на мою планерку. 18 человек, мне очень приятно. Встретимся с вами в следующий четверг. А сейчас я вам включу такое видео мотивирующее. Посмотрите, мотивируйтесь, заряжайтесь. Фоточки обязательно, да, фоточки, фоточки. Ждем фоточки. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо, приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...